привет вы на канале просто техника согласитесь большинство людей хотят побольше телевизор и подешевле и этот ролик будет специально для таких людей я попросил своего товарища 55 сайоми модель 4s изогнутый 4к smart все дела и его ценник составляет до 32 с половиной тысяч рублей это средняя цена то есть до 32 с половиной тысяч рублей можете купить 55 сяоми 4k на андроиде со смарта единственное что ему пришла азиатская версия он хотел глобальный но пришла азиатская и кстати кто хочет азиатском тоже покажу эти минусы на примере данного телевизора и так в этом ролике я хочу чтобы правильно понимали я вам покажу 55 сяоми 4s изогнутый и покажу 50 диагональ lg хотел конечно samsung но самсунге уже все продали все что было осталось модель от lg 50 у м 74 50 и стоит она среднем 36 с половиной тысяч рублей то есть разница в принципе lg дороже и плюс то что у сяоми больше размер то есть он и дешевле и больше и в этом ролике я хочу показать что первое покажу картинку если смысл переплачивать за бренд я хочу чтобы увидели разницу сяоми и lg кстати уже специально взял бюджетную серию принципе это бюджетная серия не самая дешевая но бюджетная и мы сравним его с сяоми и посмотрим по смарту если смысл брать вот такие виды смарта и так давайте сначала начнем с картинки lg ярче потому что у него идет задняя подсветка но мы видим шим то есть видите на ва матрице все-таки он видит опять же глазами вы это не увидите это видно только на камеру у бренда сяоми принципе как определить какая подсветка если телевизор тонкий там идет подсветка вставленная в рамку если телевизор толстый подсветка идет задняя улджи идет задняя подсветка поэтому он принципе ярче то есть видно да что белый белее итак давайте другие цвета посмотрим как дальше он себя поведет итак ребят как сравнить телевизор хороший или нет сравнить его просто цвета включите просто черный белый красный синий и зеленый просто включите цвета и посадите палитру цвета какой вам кажется правильный но на черном можно понять насколько матрица хорошая или плохая почему улэды такие черные потому что там нет подсветки и светится сама матрица и поэтому там реально глубокий черный глубокие все цвета но иногда не хватает яркости когда мы грим за недорогие улэд то есть он сочный но не хватает яркости в темных сценах просто классно но им плохо видно вот здесь же в сами мы видим что это не черный вот черный это можно еще чернее но и если и сранить рядом то видно что сами будет проигрывать и по всем остальным цветам по красному синему зеленому он тоже естественно проиграет то есть сразу видно что когда мы видим за дешевую цену у вас будет дешевый светофильтр и это будет касаться всех брендов и тс ла и сайоми если будет дешевая цена если этот бренд поставить цену выше то там будет все лучше но когда мы говорим за цену допустим 55 за 32 все равно поиграет samsung lg по светофильтру видите это вживую то есть не вот так как просто я сказал вот я взял и проверил проигрывает ребят смотрите по смарт ребят в принципе большинство ютуберов хвалят особенно когда не по выходили даже вот эти не глобальные азиаты рассказывать кино классные что нет смысла платить за этот если глобальный соглашусь еще принципе прикольно хотя бы там голосовой будет работать то в азиатской версии не голосового постоянно китайская реклама скажу сразу железо мало и не хватает для работы с торрентами допустим hd-видеобокс плюс версия и торрент вы можете средств торрентов бесплатно это круто ну то есть большой фильм для чего и нужен android если мы говорим за обычные кинозалы hd-видеобокс это тот же самый for player который могу поставить на иуджи то есть если поставить for player и обычные виде кинозал смотреть то одинаково поэтому они в принципе равноценны потому что этот смарт торрент и не подтягивает то есть ему не хватает железо и при запуске и при запуске видео его просто выбрасывает то есть если я захожу на hd-видеобокс и пытаясь просмотреть фильм с торрента он меня выбрасывает то сидит грузится 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 и потом выбрасывает то есть по смарту ребят вы увидели что lg samsung и даже лжи вот в этом плане с указкой будет лучше то есть чем вот такой недосмартной сторону придет сюда покупать приставку не сейчас научить попозже то есть для минимальных потребностей хватает но вся прелесть android которая есть вы не можете пользоваться слабое железо и не глобальная версия а азиатская поэтому когда покупаете не покупайте азиатские сяоми только глобальную версию ну а так в принципе в целом железо слабое и скорее всего для торрента вам придется покупать приставку поэтому готовьте еще 45 тысяч рублей цене и когда задумываешься что на разница еще придется доплачивать 45 тысяч рублей думаешь блин на может надо было доплатить и сразу взять хороший телевизор по крайней мере там бы картинка была лучше по картинке ребят сколько я видел телевизоров дешевых но неймов чуда не будет есть возможность купить samsung lg sony philips то есть брендовый телевизор лучше берите его все равно все но неймы это не то ну по телевизорам точно это не то там чуда не будет принципе вот такой ролик напишите ваше мнение согласно не согласны вообще как вам вот такого вида обзор кстати по поводу товара сейчас почему снял опять про телевизор потому что товара как видите нет но скоро будут обзоры и по телефонам и по всему остальному потому что вот-вот-вот уже должны прийти товары к нам донецк спасибо что посмотрели ролик подписывайтесь на канал не забудьте поставить лайк вы мне этим поможете подписывайтесь пока пока